Друзья, приветствую! Поступил к нам вопрос, всегда ли нужно молиться за людей, если они об этом просят, и как? С одной стороны, мы знаем множество призывов к молитве из Священного Писания, апостол Павел пишет, «Непрестанно молитесь», Христос говорит, чтобы мы молились, апостол Яков пишет, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Но нам нужно соразмерять свои силы. Если мы начнем делать что-то сверх сил, то, как говорили русские люди, поспешишь, людей насмешишь. Потом где-то будем в бессилии валяться, в уныние, и ничего сделать не сможем. Так что, если вы, правда, имеете возможность помолиться за человека, то можете помолиться даже большой какой-нибудь молитвы, там, Акафис почитать можете, Псалтир почитать, ну и тому подобное. Но если у вас нет таких внутренних духовных сил, то даже помянуть добрым словом, буквально сказать, «Господи, помилуй раба Божия Иоанна», или «помилуй рабу Божию Марию», этого уже будет достаточно. Знаете, из таких маленьких наших слов вот так по кирпичику и сложится большая красивая молитва, храм молитвы. А вот если мы будем отказываться от даже такого маленького упоминания человека в добрых молитвах, то недалеко и до жестокосердия. Мы сами можем оказаться в таком плачевном положении, когда ничего не сможем сделать и будем нуждаться в этих, в этих маленьких кирпичиках внешних со стороны. Так что не будем пренебрегать даже самой маленькой молитвой, особенно когда она нас об этом просит, так как сами можем оказаться в небыще. Но и будем все размерять силы. Есть множество примеров церковной жизни, когда люди взваливали на себя какие-то непосильные бремена, и потом уже за этих людей приходилось молиться, чтобы они хоть как-то могли жить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok